Трагедия произошла в этом доме. Из окна спальни на втором этаже выпал двухлетний Денис. Как выяснилось позже, малыш облокотился на москитную сетку. Та не выдержала вес ребенка. Мальчик камнем полетел вниз. По словам матери, в день трагедии она вышла из комнаты, чтобы намочить тряпку. Оставила сына на пару минут. В этот промежуток времени мальчик и выпал. Он выжил, получив лишь ушибы и ссадины. Соседи уверяют, причин сомневаться в словах хранительницы очага нет. Это уже без малого седьмой случай падения ребенка из окна за лето в стране. Основная причина происшествий, по версии инспекторов, невнимательность родителей. Дети в этом возрасте очень подвижны, любознательны, эмоциональны. У них отсутствует жизненный опыт. И, следовательно, у них отсутствует чувство опасности. Поэтому задача родителей всегда, чтобы дети находились в поле зрения. Скажем так, на вытянутой руках, когда взрослый может предупредить трагедию. Производители окон озаботились безопасностью подрастающего поколения. Предлагают сразу три вида систем блокировки. Можно установить ручку, которая открывается исключительно ключом. В наличии накладной или врезной замок, а также с тросиком. Москитная сетка, отмечают консультанты, не лучший предохранитель. Дети ложно полагают, что это некий барьер, некая опора. И, опираясь на эту москитную сетку, просто опять же могут вылиться из окна. Москитная сетка выдержит, в лучшем случае, полтора-два килограмма нагрузки. За 2019 год дети выпадали из окон свыше 15 раз. В октябре двухлетний мальчик из Бобруйска пролетел сразу пять этажей. Приземлился на кусты. Они и смягчили падение. Обошлось без серьезных повреждений. Эксперты обращают внимание. За ребенком нужен глаз да глаз. Особенно во время летних каникул. Дети не ищут опасности. Они просто играют. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.